Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Итак, друзья, сегодня мы по большей части уделим время итогам конференции консенсус, завершившейся 16 числа в Нью-Йорке. Вопреки прогнозам, за два дня конфы стоимость биткоина упала. Виталик Бутерин объявил бойкот консенсус 2018. Зато власти Нью-Йорка никого не бойкотировали, пообещали сделать свой город блокчейн столицей. Битфеникс разослали своим юзерам письма с просьбой представить сведения об их налоговом резидентстве. Блокчейн-стартап Ubix дарит 500 токенов всем, кто успеет зарегистрироваться до начала токен-сейла. Этериум возглавил составленный китайскими властями рейтинг криптовалют. Итак, друзья, сегодня мы по большей части уделим время итогам конференции консенсус, завершившейся 16 числа в Нью-Йорке, и посмотрим, как она повлияла на рынок. Но сначала я хочу, чтобы вы помогли мне кое в чем разобраться. Помните платье раздора, которое заставило весь мир разделиться на два лагеря? Похоже, история повторяется. Сейчас мы включим маленькое видео, а вы ответьте в комментариях, что вы услышали? Лорел или Яни? Ну и надеюсь, с этим мы быстренько разберемся. Жду ваших комментариев под этим видео. А теперь давайте по делу. Это было маленькое отступление, а то мы все про крипту да про крипту. Ладно, собрались. 16 числа в Нью-Йорке закончился консенсус 2018. Для тех, кто в танке, это крупнейший в мире ивент, посвященный битку, крипте и блокчейну. Туда съехались самые крупные киты, быки и медведи. А число гостей привыкло 8500 человек. Собственно, давайте посмотрим, какими событиями запомнился консенсус 2018. За два дня конфы стоимость биткоина упала, вопреки прогнозам и ожиданиям многих лидеров мнений. История в том, что в 2017 году курс биткоина во время конфы вырос на 69%. А в следующие два месяца после события еще на 138. В 2015 и в 2016 биткоин также рос, хотя и не слишком сильно. Однако в этом году, за 14 и 16 мая, биточек наоборот упал. Биткоин нашел поддержку на уровне от 8 до 8100 долларов. Бытует твердая уверенность, что это дно. В противном случае, если киты будут еще играть с курсов, следующий уровень поддержки на 7700 долларов. Консенсус помог поднять цену совсем ненадолго. Рынок очень медленно восстанавливается, что часто превращает краткосрочные трейды в долгосрочные. Такой рынок – это проверка выдержки и терпения, считают аналитики канала «Азиатские киты». Все полезные ссылки на ресурсы азиатских китов находятся под видео. Для подписчиков канала Криптодилерс действует скидка в 30% при регистрации на вип-канале. Промокод тоже находится под видео. А Виталик Бутерин объявил бойкот в консенсус 2018. Он раскритиковал Коэндеск за супервысокую стоимость билета. Кстати, вход на конференцию стоит от 2 до 3 тысяч долларов. Я отказываюсь поддерживать подобный уровень рента-ориентированности. Кроме того, Бутерин обвинил Коэндеск, одного из организаторов конференции, в поддержке и продвижении скам-раздач. Зато власти Нью-Йорка никого не бойкотировали, а наоборот, вдохновившись конфой, пообещали сделать свой город блокчейн-столицей. Джеймс Патчетт, глава Нью-Йоркской корпорации развития, заявил, что сделает Нью-Йорк блокчейн-хабом. Мы являемся мировым лидером в области финансов, недвижимости, СМИ и технологий и можем сделать еще больше с помощью новой инновационной технологии. Город проявляет интерес к блокчейну, стремится оценить его потенциал для развития различных отраслей, чтобы сделать Нью-Йорк еще более комфортным для жителей. Скорее всего, эта конфа стала очередной точкой невозврата. Уж очень много предпосылок к воцарению блокчейна. Вот вам еще одно пророчество на президента компании FedEx. Используйте блокчейн или готовьтесь к разорению. Фред Смит, президент американского логистического гиганта FedEx, заявил о своей приверженности технологии блокчейн. По его словам, она поможет компании оставаться лидером на рынке на фоне быстро развивающихся цифровых технологий. Блокчейн имеет потенциал, чтобы полностью революционизировать отрасль, заявил Смит. Что еще такого произошло на консенсусе? А, вот, пожалуйста. Близнецы Winkelvoss объявили о том, что их биржа Gemini залистила Zcash. Биржа Gemini стала первой в мире лицензированной биржей, которая поддержала монету, ориентированную на приватность пользователей. Биткоин – это цифровое золото, а Zcash – это цифровые наличные, отметил один из братьев. А вот биржа Bitfinex сразу после окончания консенсуса куда меньше порадовала своих пользователей, да и всех почитателей криптоанархизма в целом. Bitfinex разослали своим юзерам письма с просьбой представить сведения об их налоговом резидентстве. Требования Bitfinex согласуются с законами Британских Виргинских островов, обязующими ее передавать правительству сведения об определенных счетах. Впоследствии информация может быть передана налоговым службам страны резидентства клиента в соответствии с законами Британских Виргинских островов, законом о налоговом соответствии иностранных счетов США и единым стандартом отчетности организации экономического сотрудничества и развития, говорится в письме. Впрочем, Bitfinex уточнила, что письма получили не все пользователи биржи. «Если пользователь не получил сообщение от нас в настоящее время, ему не нужно заполнять форму самостоятельной сертификацией», – пишет биржа. Даже бывшие банкиры JP Morgan Chase поддались биткоин-лихорадке и поверили в пузырь. Называйте, как хотите. В ходе конференции Амбер Болдет и Патрик Майланд Нильсон заявили о работе над Клавир. Интернет-магазином для децентрализированных приложений и сервисов. В настоящее время Клавир привлекает средства от инвесторов. А вот еще забавная история была прямо на сцене. Некий Джозеф Лубин и Джимми Сонг поспорили о блокчейне на биткоины. Это мои биткоины. Ой, биткоины, вы мои биткоины. А где растете? У меня в саду. Основатель Ethereum стартапа ConsenSys Джозеф Лубин и партнер блокчейн-капитал Джимми Сонг прямо на сцене заключили любопытные пари, касающиеся будущего блокчейна. Сонг заявил, что создатели множества блокчейн-проектов просто пускают пыль в глаза инвесторам, представляя свои приложения, не думая, что многое, изведенного нами, станет реальностью. По-настоящему инновационным остается только биткоин, сказал он. Ставлю любое количество биткоинов на то, что ты ошибаешься, незамедлительно отреагировал Лубин. Сонг принял пари, однако его подробности остались неизвестны. Это было весело, буду на связи. Чуть позднее написал в своем твиттер Лубин. К слову сказать, бонусную крипту можно получить не только в споре. Блокчейн-стартап Ubix дарит 500 своих токенов при регистрации на сайте до начала токен-сейла. Проект интересен не только плюшками. Парни придумали очень полезную и лояльную штуковину для современного и рекламного бизнеса. Ubix – это блокчейн-проект, который при помощи искусственного интеллекта улучшает алгоритмы ремонстрации таргетированной рекламы. По сути, он должен помочь в первую очередь рекламодателям и тем, у кого они размещают объявления. Ubix оперирует в сфере Programmatic Advertisement, то есть алгоритмов, на основе которых посетителям сайтов подбирается наиболее оптимальная для них реклама. Эти алгоритмы предоставляют третьи лица, которые не несут фактической ответственности за их работу. В итоге часто выдается, что попало, без относительно желаний пользователя. Ubix собирается решить эту проблему с помощью искусственного интеллекта, который будет обучаться и качественнее подбирать рекламу под конкретного юзера. В сочетании с технологией блокчейн, гарантирующей прозрачность как для владельца сайта, так и для рекламодателя, технология может изменить правила игры на рынке. Мы расскажем вам подробнее про проект на следующей неделе. А пока вернемся к выводам о консенсусе. В день окончания канфы Китай выставил свой рейтинг криптовалют. Что интересно, возглавил китайский топ Эфир, а вот Битку досталось аж 13 место. В общей сложности исследователи рассмотрели 28 криптовалют, которые оценивались по таким критериям, как технология, применение и инновация. При этом Этериум, несмотря на высокие оценки по трем пунктам, не стал абсолютным лидером ни в одной области. На втором месте, обогнав Этериум в области технологии, оказалась криптовалюта Steam. Китайские власти оценили качество обрабатываемых транзакций на одноименной платформе. Третье и четвертое места заняли Лиск и Нео, соответственно. Пятерку замкнула криптовалюта Комода. Вместе с тем, Биткоин разделил 13 место вместе с Verge. Исследователи отдали должное первой криптовалюте, как первопроходцу в мире цифровых активов, поставив ей самую высокую оценку за инновационность. Однако посчитали цифровое золото слабым в технологическом отношении. И того же 16 числа Waves Platform начали свое роут-шоу, проведя первый ивент в Нью-Йорке. А следующее мероприятие у них назначено 16 июня в Амстере. Кстати, очень символично получилось, что еще до события Waves запартнерились с нидерландским проектом Legal Sinks, да еще и на миллионном блоке Waves. Специализирующийся на информационных технологиях, юриспруденции стартап Legal Things анонсировал публичный токен-сейл своего блокчейн-проекта Legal Things One на платформе Waves. Компании заключили долгосрочное стратегическое сотрудничество. По словам представителей проекта, Legal Things One позволит взаимодействовать с юридической системой без необходимости слепо доверять юристам, организациям и государственным институтам. Кроме того, проект существенно сократит работу с бюрократической волокитой и снизит риски мошенничества и коррупции. Вот такой очерк в консенсусе. Посмотрим, как это будет развиваться. А тем временем в Украине член национального парламента Алексей Мущак опубликовал законопроект о легализации крипты, поместив новость на своей странице в Facebook и призвал сообщество дать свои комментарии по правкам. Собственно, на эту тему в понедельник, 21 мая в 19.00 ждите прямой эфир программы «Параллельный мир» от канала «Скриппинг.юа». И раз уж зашел этот разговор, то рекомендую посмотреть и предыдущий выпуск с Димой Кришталем и Максимом Уберякой. Так, мы, наверное, будем закругляться понемножечку, но я хочу поздравить вас с наступающим праздником. Вот уже который год, 22 мая, все комьюнити кушает пиццу и вспоминает не очень удачную сделку Ласло. Зато традиция получилась очень даже ничего. И самое важное, что мы всей командой будем в Киеве и пойдем тусить на ЮБК, где наши партнеры и друзья Blockchain Hub проведут праздничный ивент. Так что, кто в Киеве, подтягивайтесь, буду рада встрече. А на сегодня все. Не забывайте подписываться на наш канал, жать на колокольчик, то вы и так все знаете. И да пребудет с вами блокчейн. С вами была Миша. Пока.